Слушайте, происходящее в лишней хромосоме и сегодня это уже конкретное днище, не дно, а именно днище. Помните такого полковника Шундакова, оппозиционного активиста, критикующего режим? Так вот, с октября прошлого года мужика пытаются закрыть по левому обвинению дежурная статья 282 «Экстремизм». На самом деле речь идет об обычном видеоролике на Ютьюбе, где полковник действительно жестко высказался по поводу войны на Донбассе и, как мне кажется, имел на это право. Впрочем, не об этом хотел сказать. В попытке выпрыгнуть из штанов и выслужиться, полицаи такого наворотили, держитесь за что-нибудь, рекомендую. Итак, в конце прошлой недели старший следователь подмосковного Красногорска некто Преображенская, она ведет дело, подписала постановление о задержании, в том числе и тех, кто данный ролик посмотрел, а там 43 тысячи просмотров. На минуточку тетя об этом знала, ребята, 43 тысячи человек баба собралась привлечь к ответственности, распорядилась разыскать этих людей, доставить в Красногорское СК. Испанский стыд, слушайте, они там совсем и войнко на работу убрать начали. Но это же клиника, психиатрия с подобным вряд ли когда-то сталкивалась, а если серьезно, мне одному кажется, что эту вот мадам Преображенскую было бы неплохо проверить на вменяемость, а заодно и тех, кто ее назначал на должность. А впрочем, о чем я, деградация Штрэнд, современной Раиси, одна только история с задержанием Навального чего стоит. Начинаем. Итак, задержание Навального. Началась нынешняя история в августе 2020-го, когда оппозиционеры отравили боевым веществом новичок. Ну как отравили и почему боевым веществом? Это немцы так сказали. После получения результатов каких-то там анализов, передовая российская медицина, своего заключения не давала. Так, на минуточку. Навальному, впрочем, тогда разрешили уезд в Берлин. Мол, пусть, если надо, Лея едет лечиться. Да, мы без Леши есть чем заняться. Коронавирус, пандемия. А мы как раз единственные в мире супер-пупер вакцину создавали в тот момент. Кому он нужен-то? Ты понимаешь? Если бы хотели, наверное, довели бы до конца. А так, жена ко мне обратилась, я тут же дал команду выпустить его на лечение в Германию. Ну вот в эту же секунду. Выпустить-то выпустили, но, как там только что Главнюк сказал, в ту же секунду. Так вот, в ту же секунду и забыли, что выпустили. По распоряжению его величества, да забу гор. Зато вспомнили спустя пару месяцев о другом. О том, что условный срок у Алексея Анатольевича истекает 30 декабря в 21 году выбору в Госдуму. А в общем, забывчивость в Синовцев пришлась очень кстати. И объявили они того Навального в федеральный розыск. Ну, правильно. Пропал куда-то, прячется. Никто вообще не в курсе, где. Жена ко мне обратилась, я тут же дал команду выпустить его на лечение в Германию. А это дед про другого Навального вообще говорил. Не про того, которого в розыск объявили на мало ли Навальных на России. Че привязались. Короче, тот другой Навальный улизнул тайком. Вот его и поймали в минувшее воскресенье. Я не понимаю, что происходит. Меня одну минуту назад вывели из камеры для встречи с адвокатами. Я пришел сюда. Здесь происходит заседание Химкинского суда. Какие-то люди меня снимают на камеру. Какие-то люди сидят в зале. Называется это все открытое заседание Химкинского суда. И рассматривается вопрос о моем взятии под стражи по ходатайству начальника полиции. Почему заседание Химкинского суда происходит в полиции? Я не понимаю. Думаю, что все поняли, что выше был Стёб. Просто я правда не знаю, как весь этот вред комментировать на серьезных щах. В результате сейчас, по-моему, даже те, кто не следили за новостями последние пару дней, и они догадались, какую блевотину, простите нам с вами, пытаются втюхать. А впрочем, другого с нынешним фуфлышным режимом ждать-то уже не приходится. Это реальная журналистика. Абер, абер, абервал к теме сегодняшнего выпуска. Полиграф, полиграфыч. Давай заставку. Поехали. Ну и, как обещал, некоторые детали подробно рассмотрим. Во-первых, мне действительно поразила история со сменой аэропорта назначения. Зачем? Бежать Навальный явно никуда не собирался. Он сам объявил, что летит в Россию. Дороги перекрыли. Аэропорт отцепили. ОМОНовцы, просгвардейцев нагнали. Создали в этом аэропорту. Черт и что, какой-то базар, вокзал. 44 рейса отменили. Потом и вовсе. Это Внуково закрыли под каким-то левым предлогом. Мол, грейдер полосу не успел расчистить. А самолет вообще в Шереметьево уехал. Вы понимаете, каких проблем. Эти клоуны насоздавали людям. Движение на трассах парализовано. Воздушные сообщения тоже. Просто представьте себе, скорая везла больного, которого можно было спасти. Не довезла. Из-за данной дурости человек умер. Ради каких высоких целей, стесняюсь спросить, я уже не говорю об убытках. Чисто экономических, которым данный искусственно созданный коллапс в итоге привел. Почему об этом никто не говорит? Полтора года назад, например, когда независимые кандидаты в Мосгордуму вывели на улицы Москвы своих сторонников, без уведомления, в результате какую-то дорогу люди якобы перекрыли. Метро будто бы заблокировали. Суды и пропагандисты про десятки миллионов рублей визжали. Которую, к слову, ФБК по суду заставили платить. 241 520 рублей в счет возмещения убытков. Именно столько владельцам московского ресторана Армения должны выплатить организаторы летних несанкционированных акций. Согласно сегодняшнему решению Тверского суда Москвы. Иск, кстати, удовлетворен частично. Изначально требовали больше полумиллиона. Но и так вышло вполне солидно подстать недополученной прибыли от банкета, который был запланирован на 27 июля. А в данном случае за чей счет банкет будет? Кто оплачивать станет? А у картавой казаков в смысле просветите нас. Может вы всем своим домом печали скинетесь? Я имею ввиду выгоды РКшных халуев или колокольцев с золотовым заплатят? А то и светлейший пусть поучаствует. Ну это я так варианты накидываю. Поступите хоть раз как патриоты своей страны. Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина. Кстати, вот эти вот гестаповские методы, которые применялись в воскресенье в аэропорту Внуково, это уже во вторые, да, получается, они зачем? Люди пришли встретить публичного человека, которого считают своим кумиром. А ничего плохого никому не сделали. Просто пришли и ждали, когда человек появится. Зачем нужно было травить на людей собак, простите, блюстителей порядка? Зачем их вытолкали затем на 20-ти градусный мороз, я вас спрашиваю? Тех, кто был в форме, вы че фашисты-эсэсовцы? Тем более, вам ведь в тот момент уже наверняка сообщили, что Навальный не прилетит. Зачем? А вы хотя бы знаете, какими бывают последствия после вот этих вот ваших выпадов? За что? Как отец, исполняющий свои обязанности по воспитанию своего сына. Сейчас вы решили вопрос, возможно, что даже этот протокол будет составляться. По статье 5.35 вам, наверное, будет известно. Мне будет? А что, нет, что ли? Что мне будет известно? Вы что, пообнаглели, что ли, я не пойму никак? Вы в своем уме? В своем. Я вам объясняю, что вы отец исполняющий. Вы закладили ребенка среди бела дня на улице. В чем дело, я не пойму никак. И вы еще угрожаете мне, я не пойму никак. Вы угрожаете? А то, что вы меня посадите. Я вам говорила слово «посадить». А что вы сказали сейчас? Задержите. Задержим. За что? Вы задержаны за то, что ваш ребенок совершил правонарушение. Это видео снял житель Подмосковья. Человека, обвинив правонарушение, знаете, в чем виновен оказался? А в том, что его несовершеннолетний сын приехал тогда 17 января в аэропорт Внуково, был в числе встречающих Навального. Официально мальчишку задержали за якобы участие в несанкционированном митинге, когда в случившееся вмешался отец. На него тоже дело завели за то, что папа предполагаемого преступника. Вы представляете уровень маразма? О каком нахрен законе можно говорить в таком ситуации? А в такой ситуации, если у нас любая купленная или просто безмозглая клуша, вот так вот запросто, может обозвать митингом, например, очередь в кассу в пятерочке. А если кто-то подышал за тем одним воздухом с назначенным злодеем, тоже злодей. И туту, Михаил Светлов, следующая станция. Шконка на зоне под Магаданом. Эй, патриот, заступись уже за тетю-то. Я к чему завел сейчас эту шарманку? А ведь и правда мы деградируем просто в геометрической прогрессии. Наш некогда великий Корпчик превращается в амебу. Его окружение туда же. Но этим простительно у президента возраст. А в прислугу там, как известно, набирают по принципу, лишь бы не были умнее начальника, меня другое не устраивает. Они ведь Россию будущего строят по собственным лекалам. Просто предлагаю посмотреть, во что может превратиться великий народ. Скрипоносный уже в обозримом будущем покажите. Кстати, это ватникам, которые пока еще не успели вот в таких насекомых превратиться. Навальный объявил о том, что он возвращается в Россию. Навальный? Он предатель, он урод, сволочь и поганый. А с чего вы взяли-то? С чего? С чего взяли-то? А ты кто такой-то? Пошел вон со своим Навальным. Понял или не понял? Он подстава. Поганая подстава. Иди на хуй. Да лучше бы его вообще не было. Что он вам сделал плохого? Да у нас много родственников погибло от этого момента. За Навального? Да-да-да. Каким образом? Ну, это еще в лохматых годах как бы. Навальный орудовал, что ли? Ну да, чем-то орудовал, чем-то там. Преступные действия какие-то совершал. Чего он живет в своей стране и еще что-то хочет? Алкаши, простите, дебилы, буйные, неадекваты. Вот он результат 20-летнего процесса поднимания страны с колен гражданином ПУ. Они уже сами такие и нас такими хотят сделать. Вы правда мечтаете о таком будущем? Кто-то меня сейчас может спросить, куда тебя понесло? Ты же о Навальном вроде программу снимал. Он-то тут при чем? Как ты, Анатолича, вообще к своему финалу хочешь прикрутить? Да прикручу. Потому что наконец-то он сделал то, чего я от него ждал. Он нам показал, где нарыв, а уж лечить этот нарыв или нет. Решать должны только мы сами. Все. Это была реальная журналистика. Сегодня как-то так. Спасибо сети кафе Фаина Раневская. За то, что не бросили, приютили. Просто за дружбу, Саш, тебе огромное спасибо. И за хорошую кухню подписывайтесь на оба наших канала. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы, предлагайте. Поднимем и обсудим. А я за сим. Спешу откланяться. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...